АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас есть в муниципалитете, как и в других муниципалитетах, две достаточно важные темы и две достаточно важные проблемы, которые на сегодняшний день ещё не решены. И вот если бы вы смогли взяться за решение этих проблем, то, наверное, у такого творческого союза появилось еще и свое лицо не только в плане благотворительной деятельности и просветительства. И вот такой небольшой муниципальный заказ, пользуясь случаем, что сегодня присутствует достаточно большое количество членов вашей организации. Первая тема — это сохранение нематериального культурного наследия города Благовещенск. То есть вот тот фольклор, который сегодня вы нам представили, по большому счету, ведь этой темой достаточно никто не занимался. В вашей организации есть потенциал исследователей. И поэтому поиск непосредственно вот таких говоров, потом различных фразеологизмов, привезенной речи с других территорий непосредственно в город Благовещенск, это было бы очень интересно. Потом с последующим изданием всего, о чем я говорю. Это первая тема. Ну и вторая тема, которая не хочется, чтобы эта тема умирала, а хочется, чтобы она продолжала жить и дальше. У вас очень много молодых членов вашей организации. Я думаю, паразия и проза, посвященная непосредственно родной земле, городу Благовещенску, Амурской области, также очень была бы востребована. Потому что мы очень много говорим сейчас о воспитании подрастающего поколения. А воспитывать как раз можно не только с помощью своего примера и той литературы классической, которая у нас есть, но еще и воспевая свой родной край. Мы бы были очень благодарны вам, если бы вы взяли эти две темы для отработки. Ну а в целом, еще раз, мы бы в муниципальной библиотеке, конечно же, подключились, управление культурой города Благовещенска в том числе и оказали все содействие, всевозможное и помощь. Ну и еще раз, я благодарю вас за тот огромный класс работы, который был проделан на территории города Благовещенска. Мы надеемся на дальнейшее благотворное сотрудничество. Очень приятно было все это слышать. Я сейчас смотрела на экран, слушала наших ребят. Я сама поразилась тому, как это мы успели все сделать. Но мы отзывались на все просьбы, мы старались. И я очень рада, что наши члены, тоже такие отзывчивые, наконец-то вышли из дома, отошли от своих компьютеров и стали встречаться с людьми. То есть мы их знали только как сетевиков и могли их прочесть и увидеть только на сайтах Стихиру и Промозыру. А здесь оказалось, что с удовольствием люди приходят на встречи. Во-первых, я не ожидала, что сегодня такое количество гостей к нам придет. Спасибо всем большое. Я вообще волнуюсь, конечно. Вот. И у нас очень много планов. Во-первых, десятилетие детства. Указ 29 мая 2017 года подписал Владимир Владимирович Путин. Мы хотим эту тему еще развить. Потому что детской литературы, конечно, мало. И особенно у нас в области мало кто занимается детской литературой. А так как я педагог по образованию, у меня много авторских работ. Авторская школа была по разделу обучения мальчиков и девочек. И для меня тема очень близка. И мы будем этим заниматься. И, конечно, мы откликнемся на ваши просьбы и предложения. В свою очередь, история открылась. Очень жаль, что вы сейчас уходите. Потому что дальше у нас еще интереснее будет. Автор будет читать свои стихи. И, опять же, группа будет выступать. Это наш кандидат. 20 мая у него творческая встреча будет здесь в городе. И, конечно, мы потихонечку будем набирать обороты. И хотим вас поблагодарить за то, что вы повернулись к нам лицом. Что вы нас приняли. Потому что я знаю, что во многих регионах России российский союз писателей не очень-то чествует. Называют как фоманами. Но мы будем стараться. Мы будем оттачивать свое поэтическое мастерство. Будем учиться. Об этом мы будем говорить. Будем делать мастер-классы. Потому что наши амурские поэты есть. И надо показывать людям вытаскивать из квартир и выводить. А это вам из нашей книги. Первая она посвящена тоже детской литературе. Да, наш первый монарх. И наш монарх теперь всегда будет называться «Зеленая лампа». «Зеленая лампа» — это детская лампа. Это возможность совершенствоваться и идти вперед. Спасибо вам большое. Это огромное. Я знаю, что здесь у нас в 4 часа сейчас огромное учреждение. Театральная постановка детская. Детям отказать невозможно. Но это повод еще раз встретиться. Да, обязательно. Спасибо. Да, спасибо. Это чистый способ. Это чистый способ. Отложение от автора. Спасибо. Добрый день всем. Мы продолжаем нашу замечательную встречу. И переходя к первой важной части, переходим к не менее важной второй творческой. И вторую часть, так же, как и первую, замечательно открывает Владимир Осипенко. Я еще раз повторюсь. Поэт-барт, баянист, гетагист, исполнитель русских, народных и советских песен. А также песен собственного сочинения. Владимир — неоднократный победитель городских районов конкурса стихов и песен. Лауреат областной премии имени Федосиева в 2012 году. Победитель конкурса авторской песни и фестиваля солдатской песни «Виктория», посвященного 125-летию города Азии. Участник программы Геннадия Заволохина «Игра и гормон любимая». И автор двух сборников. Руководитель хора Ивана Мария. Спасибо.